Почетную грамоту Министерства здравоохранения России Ольга Перкова посвятила своей маме. Алифтина Обухова более 50 лет работала в скорой помощи. Медицинский стаж дочери превысил три десятка лет. Работа любимая, но непростая, признается Ольга Викторовна. Да, врачу всегда надо учиться. Сейчас тем более, когда мы попали под систему постдипломного непрерывного образования. Мы будем учиться не только раз в пять лет, но и ежегодно посещать конференции, посещать курсы повышения квалификации, чтобы быть в курсе медицинских новостей. Бессменные и часто остающиеся за кадром помощники врачей, средний медперсонал. Без их, на первый взгляд, рутинной работы нельзя представить ни одной больницы или поликлиники. Людмила Жукова работает процедурной медсестрой в Центре клинической аллергологии с момента его основания. Уже четверть века, а в здравоохранении в целом более 40 лет. Конечно, мы облегчаем страдания. К нам, например, в аллергическом центре приходят разные после аллергии. Мы их даже не узнаем после лечения. Поэтому я считаю, что мы спасаем, помогаем. И в этом наша заслуга. Медсестра – это, прежде всего, помощник все-таки больше даже пациенту. Все свои тайны, все проблемы все-таки пациент доверяет больше медсестре. А и медсестра выполняет все назначения врача. Медсестра – это душа коллектива нашего. Легкая рука, доброжелательный и открытый взгляд. Часто именно от медсестры и ее отношения к работе зависят благополучные излечения от болезни. Работа медика – одна из самых сложных. Те, кто не отступил перед трудностями на протяжении нескольких десятков лет, помогает людям справиться с недугом, заслужили почет и уважение. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.